Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и после обзора дополнения Crowns and Duggers сыграем и FFA-шечку в Норсгард с этим бесплатным обновлением, дополнением, обновлением FFA. Причем тут двое наших, я имею ввиду вот Заполярис, это Химер, наверное вы видели, слышали, и Rise, Peace, Die, это... Rise, Peace, Die, это Д'Артаньян, Шойхимеша, Д'Артаньян, гремлены мы с ними играли. Без голоса, потому что это все-таки FFA, я надеюсь мы не будем с ними тиммиться, я ненавижу, когда в FFA тиммится кто-то с кем-то, поэтому просто я собирал у себя, ну знаете, за 10 минут только 2 человека отозвалось, так что, почему с ними не сыграть? Так, давайте готовность глянем, ну тут все, собственно, камень, а не, ай-яй-яй-яй, чуть не начали всемиром, вот тварь, вот это ненавижу, когда еще твари выходят, когда, когда начинается игра, и какая-то тварь вот выходит специально, чтобы в семером там осталось, или в пятером, ой, ну вот это, конечно, камень, вот это дерево на ноле, это, конечно, плоховато, я думаю, что он ливнет, ну, поприходило новых людей просто с дополнением, я думаю, что и вы тоже придете, так что, так, что-то не начинается игра, сервер не отвечает, да что вы будете делать? В общем, проблемка была с запуском, надеюсь, сейчас получится, пересоздали лобби вообще все заново, надеюсь, сейчас начнется. Бык, новое дополнение, давайте сделаем викингов снова великими, побыкуем, я все-таки бычара, е, высадились на побережье, но я отключаю свою рожу, я, конечно, понимаю, что только ради этого вы и смотрите мои видео, чтобы любоваться на меня, но лучшие фоточки, тут будем любоваться на викингов, на их попки, на их молоточки, которые больше них самих, тут сейчас вообще, кстати, скаутинг стал, разведка еще важнее, чем раньше, так, если кто-то не в курсе, на кнопочку «Ай», вот это все открывается, постоянно после каждого, блин, это я случайно мискликнул, после каждого видео спрашивают, а как вот включить инфу? Кнопочка «Ай» или, нет, давайте отсюда начну следовать, хотя и тут, и тут побережье, честно говоря, либо вот здесь, видите, вот на мини-карте снизу справа, тут еще всякой инфы добавлено, между прочим, переключать инфу по карте, так что тоже пользуйтесь, не стесняйтесь, прикольно, ты не видишь, кто рядом с тобой, кто сосед, тебе надо это именно исследовать, сейчас увидите, что все, все границы будут как будто это нейтральные фракции, ну, вот, у нас уже один ливнул, хотя, может быть, вернется, неизвестно, ну, тут, кстати, у нас лес, ладно, я все равно хочу начинать с еды, чтобы, ну, я все равно хочу на еду построить здание, чтобы быстрее потом третью область присоединить, так что забираю уже эту, не саря, не глядя, что там дальше будет, да, тут у нас волк, надеюсь, блин, проблема в том, что нету ни руин, ни кораблекрушения, надеюсь, хотя бы здесь будет кораблекрушение, если ничего нет, то очень медленный старт, лес хотя бы есть, то есть, в принципе, с деревом у нас в будущем проблем не должно быть, когда я эту область захвачу, есть кораблекрушение, отлично, присоединю, но еще одна проблема, нету второй области на еду, рядом, то есть, они где-то там, а это тоже, как бы, не особо быстрый старт, ну, то есть, вот это, это очень обычный старт у меня, вот, тут вполне просто обычный, скажем так, так, пока ждем саракета, эту заберем, сразу сделаю скаута и исследую руины, чтобы их использовать, ну, я еще надеюсь, что это вернется, иногда бывают люди перезаходят, если у них проблемы со входом, более там, у нас дерево только за полярис, а это, собственно, наш чувак, все остальные камень, то есть, вроде, умеют играть, ой, что-то я тут заговорился с вами, не колонизировал, так, продолжаем, сразу отправляем исследовать руины, кораблекрушение, это деньги и дерево, и теперь, я, значит, пока, знаете, что, ставим вот здесь лекарей, почему здесь, к ним, если кто-то на меня нападать будет, к ним невозможно добраться, не убив меня полностью, то есть, я всегда смогу кого-то лечить, потом здесь я сейчас поставлю, не, наверное, потом сделаю гавань, гавань следующим, хотя бы мало-мало дерева, не, наверное, надо сначала военный лагерь и забирать вот этих, зачищать и вот эту область следующую ставить, ну, тут идем острые топоры, с этой областью, ну, я потом ее зачищу, просто, чтобы волки не набегали отсюда, чисто, чисто за этим, а так надо вот эту область, ну, опять же, ее брать надо, а, слушайте, знаете, чего еще нету? Камня на науку, все-таки медленный старт, все-таки мне это не очень нравится, то есть, у нас сейчас мы будем отставать по науке, конечно, я понимаю, что у быка есть вот этот, который плюс два дает, пока, пока нету, как я тут, вот, трон Торфена, пока нету Торфена, он плюс два, но камень все равно больше, так, короче, надо ставить, мне, видимо, надо два, я пока поберегу зачистку, все равно мне надо колонизацию сначала открыть, я бы, наверное, поставил вот так, сразу две гавани, и нам еще надо, нам еще дом нужен, блин, дом бы я здесь, наверное, поставил 9 из 10, у меня еще есть время до 10-го поселянина, видите, еще 9 из 10 пока, подождем, хотя, с другой стороны, я бы тут оставил, я просто подумал, тут дом поста, нет, давайте я здесь поставлю дом, потом, когда я улучшу территорию, здесь еще у нас будет склад, и нормально, а вот это место у меня будет для торгового поста, для дерева, возможно, даже, не только торговый пост, где у нас торговый пост и рынок, на торговый пост и рынок, то есть я две штуки, а хотя, а с другой стороны, рынок, нафига мне, сразу две гавани, чтобы хоть как-то по науке, ладно, но я думаю, можно зачищать, давайте уже начнем, вот хотя бы и поменьше набегали, и быстрее, я не буду брать области, пока не открою колонизацию, потому что она уменьшает на 30% еду, я все-таки, чувак, не вернулся, ну и дурак, я так считаю, будем троллить, подождем, у кого в комментах всплыхнет, Леша в Америке сидит, русский не понимает, вот это вот все, да блин, вот фига он отбегал этого волка, надо вернуться, мы не добьем этого волка, так, колонизация, забираем эту территорию, и ставим, в первую очередь, лесопилку, конечно же, не, ну мне тут еды пока хватает, нормально, но надо, видите, сейчас я зиму жду, чтобы отправить, а, знаете что, мы тут еще кузню, скорее всего, поставим, а может не здесь лучше, а здесь, так, надо добить волка, волка, овечек нету, ничего нету, пока не буду забирать эту территорию, но в принципе, мне надо пятая территория, чтобы в плюсе счастья по населению было, когда 14 штук, так, у нас тут кто-то раненый, давайте поселянина вот этого долечим, чтобы он больше еды собирал, не отправляю скаута летом, потому что много еды потеряется, лучше зимой отправить, когда ваши поселяне мало еды собирают, собственно, тогда лучше сделать из них скаута, не волнуйтесь, что я тут железо не собрала, уже два из двух, просто кто не в курсе, у БК вот эта теха уменьшает на 50% улучшение зоны, то есть не за 100 монет, а за 50 монет я буду улучшать все зоны, соответственно, там еще в улучшенных зонах все добывается быстрее и больше, так, ну что, начинается зима, побежали скаутовать, у нас тут две области нет, дайте еще посмотрю, что тут, тут ничего у меня не соседствует, да, вот видите, серые, да, границы, то есть это уже видно, что кто-то рядом со мной, но не видно чьи, и вот еще серые границы тоже, то есть это понятно, что это два других клана, то есть чувак красный, который вылетел, явно не рядом со мной был, минус 5 нормально, все равно старт медленный, старт медленный, я, наверное, все-таки заберу эту, блин, мне надо открыть все-таки, посмотри, может там лучше будет, ну что-то более важное, имею ввиду, не то, что прям лучше, а просто более, то есть мне нужна территория с едой, мне нужна территория с какой-нибудь руинкой, ну или вдруг еще какой-нибудь просто прикольная территория, там знаете, типа на счастье, ну вот, вот это имеется, но эту я не смогу захватить без, ну и вот, вот где мой камень на предание, рунический камень, я не могу убить павшую валькирию без берсерка своего, так что тут придется подождать, вот это какая-то нейтральная фракция, давайте мы ее тоже откроем и попробуем с ней, с ней взаимодействовать, вот на эту территорию явно мой сосед еще будет претендовать, так, ну понятно, что градостроитель, понятно, что все, что можно, мы сразу улучшаем, не, не копите деньги за БК, потому что к тому моменту, как у вас нужны будут деньги, собственно, на покупку берсерка, они у вас будут, вот видите, тоже нейтральный клан, так, слушайте, это вообще очень важная для меня территория, потому что тут мой второй камень, мой рунический камень, ну и плюс 10% к атаке всем бойцам и плюс 50 славы, так что, ага, тут у нас гоблинсы бегают, ну я бы поставил торговый пост, посмотреть, что там, ну и надо вот эту территорию забирать, это я ничего не смогу, ну и это моя вторая еда, короче, вот эти две территории, мне тоже надо кровь из носу, причем сначала, скорее всего, вот эту, а потом уже эту, ладно, заберу, хотя нет, подождите, еще минус 4, давайте, когда лето настанет, тогда заберу, я думаю, у нас не появится сейчас, минус по счастью, нет, не появится, тут бы я торговый пост ставил, уже, сейчас мы вернем летом, черный нашел, ой, тут сколько, и желтый исследовал, и черный, а нет, это эльфы, слушайте, я думал, это гоблины, так, ну с эльфами тоже надо бы попробовать подоговариваться, так, откроем новый экран дипломатии, редкие походы, потом, эльфы не атакуют, вот я не знаю, я, честно говоря, играя за быка, мне вообще-то выгодно, чтобы эльфы меня атаковали, так что я думаю, я не буду с ними улучшать отношения, а что там, ну, просто, прикольно в том, что когда вы союзники, да, то, можно выбирать целью враждебные вам кланы, и те, с которыми вы ведете войну, если на меня будут отправлять эльфов, для быка, мне кажется, это круто, потому что это слава, так, ладно, эту территорию колонизируем, и давайте, наверное, железо уже добывать, я могу-могу еще, ну, в любом случае, сейчас надо играть, используя торговые посты, блин, я просто не хочу с эльфами торговать, честно говоря, я не хочу с ними улучшать отношения, я хочу, чтобы они на меня атаковали, поэтому мне, наверное, пока торговый пост не нужен, ну и посольствами пока нету смысла ставить, потому что я не открыл ратушу ни одного клана, так что пока просто сидим, развиваемся, плюс 8, у меня примерно так, по-моему, в месяц добывается два железа, значит, что нам надо прямо на 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, где-то к концу, да, вот здесь только появится берсерк, и к тому моменту надо будет, то есть мне надо, в общем-то, на самом деле, на еду, так что давайте перекинем сюда, дерево у меня дофига, давайте тут сразу склад поставим, тогда, здесь вообще, пока ставить нечего, честно, конечно, камень можно было бы начать добывать, но это минус еда, а еда мне нужна хотя бы, чтобы эти территории забирать, так что, видимо, можно, можно эти понастроить, пока военные лагеря, они не помешают, на будущее, ну, и плюс это тут, например, территорию улучшить, за счет этого, давайте здесь, наверное, военный лагерь, и эту, кузню, или кузню, здесь лучше поставить, ладно, здесь можно, я вообще, пока сомневаюсь, что здесь, кроме военного лагеря, еще и буду ставить, я бы, давайте, наверное, сделаем так, так, и так, для чего я развиваю область, потому что она снижает, содержание всех зданий, ну, и увеличивает добычу всех, кто тут находится, так что у меня этот один, лесоруб, как раз нормально, все будет добывать, ну, у меня не улучшено, еще вот это, тебе вам все, все за быка играйте, все территории улучшайте, но, по мере надобности, понятно, так, я бы еще и здесь военный лагерь построил, вообще не мешает, так, давайте, не знаю, сюда, наверное, лучше поставлю, потому что, каждый военный лагерь, бык идует всего одного, дружинника, поэтому, если тут кто-то у меня, в соседях, желающий на меня, зарашить меня, да, медленно, медленно по науке, обычно бык, ну, не знаю, вот, до яростного натиска, лидер по науке, из-за того, что у меня нету, рунического камня, на территории, а это, ну, довольно редкое явление, обычно он в соседней, на соседней клетке всегда есть, из-за этого я уже второй, не знаю, так, ну, вот темные эльфы, я могу от них отбиваться, это, одним даже воином, как раз для быка, это не проблема, причем, сначала, почему, хорошо, что эльфы, они 40 боевого опыта дают, а сейчас, когда вы за уничтожение, не получаете боевой опыт, как раз вот в битвах, так, я хочу, чтобы сначала поселянина вылечили, потому что он еду дает, 216, плюс 8, наверное, все-таки, стоит, начать камень добывать, тем более, скоро уже железо, все будет добыто, хорошо, давайте, мне надо улучшать, скаутов, чтобы, вот я думаю, забрав вот эту территорию, вот этот чувак будет, на меня набегать, хотя я не видел, чтобы он тут исследовал территорию, честно говоря, не видел вообще его скаутов, наверное, можно было раньше, начать на камень работать, да, я, наверное, кузню здесь поставлю, да, блин, но до кузни еще далеко, вот видите, 210, а раньше 200 было, стоимость этой техи, а сейчас 210, ну, здесь, соответственно, можно будет еще одну гавань, военный лагерь, кузня и дом, например, да, и вот вам уже улучшение, а потом, когда камень соберем, сюда можно будет реликвию поставить, да, ну, денег у меня что-то много, даже в начале, неплохо, это неплохо, в принципе, зависит, насколько у меня злые соседи, ну, я чувствую себя тут, по-моему, уверенно, в принципе, даже можно, наверное, давайте сразу военный лагерь здесь поставим, так, добыли, я хреново, я посчитал, конечно, чуть раньше же у меня берсерк появился, я даже, наверное, буду нападать без, 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 поиска реликвий, я должен, по идее, три этих нормально завалить, почему-то на воина нападает, почему они кидают воина, так, ну, мне надо эту территорию зачистить, ладно, давайте постоим, полечимся, дерево пока достаточно, не, я потом, я заберу сейчас эту территорию, ну, блин, ну, вот почему, нет, а сейчас они на берсерка, почему-то оба, постою пока здесь, на тот случай, если сосед решит, мне мешать забирать территорию, я бы здесь убрал, тоже дом лесоруба, сюда его перебросил, на самом деле, у меня два, две территории с лесом, но, начинаем стройку с рыбы, так, потом, ставим дом лесоруба, и тут надо будет еще склад поставить, и улучшить, собственно, так, значит, с драуграми, у нас с драуграми, тут в середины зимы нападут, здесь мы берсерком расправимся, здесь мы расправимся, нашим дуболомом, этого хватит выше крыши, а, стоп, блин, это я, древнее поле сражений, не собираю родовое снаряжение, я успею, первое, тут, каждый родовое снаряжение, как можно дольше, ну, здесь, каждая следующее, дольше ищется, но, первое, как вы понимаете, очень быстро, так, давайте сразу склад, и у нас тут место останется, под, под добычу железа, змеи у нас вроде нету, то есть, я бы только беспокоился, тут змея была, потому что она получает бонус к силе, за убийство, вот этих обычных юнитов, так как змеи нету, исследовать территорию дальше, не тормозим, и у нас 10 камня, улучшаем, так, бежим обратно сюда, 10, а, у нас дерева не хватает, можно было ратушку улучшить, но у меня дерева пока нету, такие, склады строю, так, все территории улучшены, кроме вот этой, у меня для этого нехватка, вернемся сюда, пожалуй, ну мне надо, конечно, соседей исследовать, а я не могу еще ратушу апнуть, из-за нехватки, надо было пораньше, а, знаете что, давайте сделаем, вот так мы сделаем, так, все, бежим сюда, помогать, хочу улучшить, в первую очередь, разведчиков, чтобы за зиму успеть соседей открыть, ну и летом зачищаем гнев Тора, какая-то фигня полная, так, давайте вот этого, хотя это может быть, кстати, нет, видите, да, если я могу просто открывать, без улучшения лагеров, то это нейтральный какой, а это, кстати, йотуны, да, йотуны тоже важно открыть, чтобы видеть, если кто-то с ними торгует, и кто-то может их получить, тоже важная штука, так, так, ждем 5 камня, и улучшаем лагерь разведчиков, блин, тут эльфы овечек разводят, вот, тан, ну я далеко от первого места, и по науке тоже, ну это ускоряет исследования, да, во-вторых, тут я скаута не буду возвращать летом, потому что мне надо сначала и этого открыть чувака, и этого открыть чувака, как только я их открою, ну и йотунов открыть, как только я их открою, тогда верну в жителей, ну в принципе мне для то есть мне достаточно территорию осталось забрать, и мне больше ничего и не надо, в общем-то, видите, новые иконки показываются, да, давайте посмотрим, да, кто-то уже торгует, эфель, сообщим всем, информация для его соседей на всякий случай, так, ну че, зачищаем, тут слава богу одна, вот когда их две, это конечно неприятно, одну мы спокойно, это, мне кажется, даже один этот должен справиться, хотя, а может и нет, ну, чем быстрее, тем лучше, план оленя, коричневый клан оленя, забрали, кидаем на рунический камень, так, пора кузню здесь ставить, и просто вот так сделаю, наверное, строить не, не, вот так сделаю, разобью зону и уберу, блин, мое следующее, мое следующее снаряжение у эльфов, ну, эльфов придется когда-нибудь дозавалить, в общем, зеленый меня исследует, коричневый, оппа, 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 срослись, не буду продолжать, есть такая частушка, бабушка мне пела, так, а вот это Д'Артаньян у нас в соседях, ну, не знаю, короче, посмотрим, как у нас будет с ним, так, яростный натиз, благословение Йорда, и сразу эть-эть, улучшаем, мореходов, потом дружину, теперь добычу еды, наверное, оленеводов, и гавань, все, зашибись, дальше мы улучшаем только военные лагеря, знаете, что плоховато, не на чем мне военные очки набивать, то есть на эльфах больновато, только если они сами на меня нападать будут, кстати, а что в дипломатии свободно посещать земли Йотунов, но понимаете, проблема с Йотунами в том, что ты с ними можешь торговать только едой, надо, наверное, поставить торговый пост, все-таки нету смысла мне пока улучшать военные лагеря, потому что за это мне пока счастье не дают, вот этот, а жертвенный источник он переведен, жертвенный источник, вот если его здесь поставить, например, здесь или здесь, видите, 50 дерева и 5 камней, то у меня улучшатся отношения с эльфами, но я их убить хочу, слушайте, а в другой стороне может так и сделать, я только не понимаю, могу ли я на их территорию заходить тогда, потому что если я могу заходить на их территорию, я бы, может быть, и помирился с ними, чтобы вот это получить, ладно, в любом случае торговый пост сначала строим, в прошлые разы я бы построил лучше этот гавань, режут эльфы лошадку, но в нынешней ситуации, в нынешней мете прикольнее таки, ну хотя это уже скоро боевой опыт, я уже получу своего завоевателя, в принципе, я могу от этого убить, я думаю, давайте попробуем, за это я не помню, сколько дают очков, полму 40, и практически уже завоеватель будет, главное, чтобы он не воина моего трогал, а берсерка, возвращаемся, на нас эльфы нападают, блин, блин, ну, за эльфов сороки отдают, надо этого добить, я думаю, так, давайте мы тут будем лечить мудреца оружие все улучшено тем более этого пока возвращаем хорошо что он берсерка видите бьет и этот был меня сгорел просто от мы должны убить лично так встанем тут в безопасность завоевателя берем защищенность и строим дома давайте здесь дом здесь военный лагерь а здесь улучшаем военный лагерь так ну я бы наверное исследовал оленя о блин холодная зима так еды у меня достаточно а вот так давайте-ка вот так лучше сделала что еще стройду не дом мне нужен дом мне нужен принципе то норм я бы еще тут территорию улучшил знаете как так так пока не буду убирать если ну 1 неудержимость брать таки или домашний очаг я смогу нас однако давайте домашний очаг на эту зиму возьмем я пока не собираюсь нападать ни на кого правильно я не вижу чтобы на меня тут кто-то нападал я бы еще кстати посольство построил ну опять же мы не можем построить посольство пока не откроем ратушу нужно развить минут минимум одну ратушу я щас наверно двух скаутов зимой отправляю одного к желтому другого коричневому ах ты гадина и смотри-ка на него не зря я решил на него нападать нефиг делать чуваку не а ну хотя как не ну вообще за оленя вот так микро контролить берсерк а это по-моему такси идея убил убил мне ну я слава богу норм так га его исследовать значит один а зато к нему там прибегают эти дал драугры вообще мог бы пока башня работает по драугру забежать к нему в гости в общем стоим здесь следим за ним поэтому это просто ну человек микро контролит берсерка в этот момент не занимается другим своим хозяйством она дом можно пока убрать я бы наверное я думаю что мне хватит даже в метели до дерева хватит но я бы просто строил вот здесь во первых а во вторых улучшал бы вот этот лагерь минус 2 в метель нормально вот тут его явно ратуша так а вот ратуша лошади скорее всего там еды вроде должно хватить так ну давайте наверное посольство построим а я пока ратуша не открылся забываю об этом но я не вижу меня кто-то исследовал так Ну не знаю, у меня денег достаточно, если я хочу сейчас атаковать. Так, давайте еще вот эту область исследую. Этого я верну домой и строим посольство. Так, и в принципе мне еще один дом нужен. Так, подождите, давайте-ка вот так сделаем. Хочу вот эту территорию исследовать. Я все равно пока не буду нападать, потому что мне не хватает еды. Ага, он коричневый стал меня исследовать. Я сейчас вот эту и вот эту. Возможно, нам проще вот так будет пройти. Тут каких-нибудь нет. Ну, чтобы башни не занимались. Он даже не лечит воеводу. Нафиг надо. Типа такой. А, что мне тут воевода? Нет, четыре драугра. Так, ну вот смотрим. Отправляем сюда посла. И мы можем либо с желтым на науку и буллинг. А у меня больше славы, чем у него, да. Но это фигня полная. Либо на науку... Давайте на науку с коричневым. Так, все, скаутов возвращаем домой. Ну, собственно, надо нападать. Выглядит так, что... Это ломается все. Давайте, наверное... А, сейчас мне надо неудержимость открыть. И... Давайте еще здесь построим военный лагерь. Не хочу больше науку. Так, сколько у нас тут камня? А, мне нужен дом. Я же говорил, что мне нужен. Давайте дом. Пока я его не убью, вот это соперничество будет работать и будет давать мне плюс к науке. Можно тут, кстати, проверять еще. И вот. Слушайте, а почему я у желтого вижу, какие он предания пооткрывал? Так, в общем, у всех вижу. Коричневые шубы открыло и оружие. Так, удаль. Надо быстрее, пока он удаль не... Не принял. Или он уже принял? Нет, не принял. В общем, надо нападать, пока он удаль не принял. Наверное, let's go. Минус 13 еды. Стал лечиться, наконец-то. 14 сил у меня 18 но смысл мне церемониться если он так на меня на ну мешает мне там всячески так давайте еще вот этого воинов отправим ничего не дополнительные военные очки никогда не помешают серьезно бежит вот для этого надо несколько территорий откроет чтобы у вас был выбор на какую нападать я не хочу все он слил свою армию а почему еще важна неудержимость потому что она лечит торфина за каждого убитого не им а вообще просто за каждого убитого над в той территории где он находится поэтому сейчас лечится я не буду на его нападать центральная пойду еще вот эту область ему заберу чтобы уменьшить силу его юнитов понимаете вот это улучшенный военный лагерь это повышает силу юнитов ну все он сейчас будет сдаваться я думаю тут я уже впереди пойду видите полностью торфин вылечился просто полностью боже он еще наделал юнитов ну давай пускай я бы я хочу чтобы в у берсерка завалили нет не получилось получилось торфин сейчас один с этими со всеми справится его юнитами так что он может меня атаковать сколько угодно так 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 умелая разработка пожалуй серьезно ладно тут надо сваливать извините мне могут убить час торфина фаак Играет музыка Играет музыка Играет музыка Никакого ему ГГ не будет Так, мне надо добывать железо Разозлил только И, наверное, наверное, наверное Давайте все-таки еще Вот так сделаем Блин Так, теперь я могу соперничество С лошадью, наверное, сделать Мэнхант Он против меня соперничество делает Мэнхант Это означает, что На его территории у меня меньше атака будет Ну, соответственно И на моей территории У меня будет больше защита То есть ему на меня нападать Я не знаю Имеет ли мне смысл Камень добывать Наверное, все-таки Кое-где имеет Просто у меня, видите Тут еще не добытые коричневым Вот камень 35 штук Ну, здесь этот Так, где у нас еще выпало? Где у нас еще камень Здесь Пси Какие-то этих Направили ко мне А смысл? Мне очков военных дать Так, ну, наверное, все-таки Тут тоже камень Я бы подобывал Уберем Кузницу А, блин У меня не хватает камня Ой, камня Дерева не хватает Поэтому, наверное Пару воинов В этих Ну, да У меня дерева не хватит Четверых, я думаю Мне хватит убить Тут мы должны В этой территории Мы должны успеть собрать Так что тут будем А, стоп Вот Будем убивать Железо Мне надо, чтобы Опять нанять Моего Торфена Так плюс 2 плюс 2 я бы вот эту и вот эту территорию конечно забрал бы но эта территория тут не будет камня конечно это я буду чисто ради этого забрал камня и казалось тут ладно показалось что там рыба еще одна тогда ради камню на в будущем ради камня так скорее всего мы тут не успеем до себе не может успеть 3333 может и успеем так я бы улучшил знахаря дерево мало пушил тут дерево сейчас убрал и там не успеем 1 мы пока я сначала этого убьем тут я просто уберу до кораблестроение убегай ну а почему здесь не появляется вот да блин ну чё ты этого атакуешь нет не сгори 1 минус 1 сначала торфина возьмем торфин удары принимал минус 250 золото конечно неприятная потеря и минус 15 железа еще тем более блин не успеем походу что надо бить отлично так пошли драугров завалим ну тут да собираем уже железо лекарей военные лагеря блин тут еще появился ладно давайте его опять я уже зачем зачищал да сколько он дает очков сейчас я в тот раз еще ты не не посмотри сотка он нормально нормально вот у чувака ставим обратно добычу дерево кто сочетут в лидерах вот этот вот это там белка побеждает видите у нее 70 процентов уже 72 по факт блин а у меня не очень-то вообще сейчас ситуация нападать на нее принципе я вообще еды у меня достаточно давайте побольше денег сейчас накопим улучшаем военные лагеря за поляриса мишка завалил мне кстати не хватает теперь железо что я чтобы релик а вот и белка вот это всякие события могут происходить но так но надо ну белка побеждает просто поэтому блин у него еще и йод он есть прикиньте и 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 им и и и у него сила 13. Не, ну в принципе-то у меня посильнее намного. Если бы не Йотун, я в принципе его могу заваливать. Блядь! Ну он мне все добьет сейчас. Вторая потеря Торфена. Ну это охренеть просто. Ну это вот кайф, когда соседи нихрена не делают со своим соседом. То есть это не мой сосед. Это не я должен был тут вопить, что он выигрывает. Фак! Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, ну мне надо вот эту и вот эту территорию, чтобы опять... Берсерка взять... 76% прогресс победы... Смысл... Вот смысл отправлять духов... У человека 17 воинов, он просто получит... Военные эти... Кстати, можно соперничество перебросить на него... У него явно военных очков больше, чем у меня... Смысл... 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 ну где там оранжевый переключу на военный вид в этом с духами ну то есть он просто набивает очки так я наверно могу переключить кстати вместо науки на они нихрена мэнханк не сработал а мне нужно плен чушь я ратушу не открыл до ратушу надо но у него вроде прогресс победы приостановился возвращается так но он меня добьет я думаю ну нет у меня не может мне не должно плюс 14 просто с йоту нам надо давайте посла не успел но мне смысла там стоять нету мне надо хоть какую-то часть ему убить а потом новые просто лучше нанять новых юнитов понимаете хотя бы как хоть как-то так дартаньян там убил кого-то там бессмысленно жду 60 монет сделаю последнего воина и тогда проиграл конечно это самая главная моя ошибка это потеря торфина против коричневого вот это люди сидят сидел микроконтролил брин тремя и так ему короче за змея надо играть это просто бред вот таким заниматься честно говоря в стратегиях я поэтому не люблю рил-тайм стратегии с этим микроконтролем уж это тупо задрачивание это не интеллект что-то делать а эти как его механические движения вот как коробочки собирать на предприятие это не это интеллект для этого не нужен поэтому собственно и проиграл например но и меня из-за этого не хватило ни денег не ну то есть 250 минус не хватило развития по улучшать все военные лагеря в дальнейшем ну и отсутствие соседа видите у оранжевого вот лив чувака в начале игры в общем-то сыграл в пользу оранжевого я не думаю что здесь кто-то другой может победить кроме него потому что у него слишком много уже было на продолжу наблюдать слишком много уже на развитие было я не думаю что дартаньян может что-то сделать там он просто сидел развивался пока ему это можно было то есть пока я на него не напал ну а не нападать тоже не было смысла человек 76 процентов уже вин победа так а можно еще посмотреть карту где тут черный ну вот их трое осталось сейчас посмотри сколько там максимум дружины может только рай но вот и я не улучшил у меня не хватило ни денег не место и тебя только максимум 11 надо было больше военных лагерей ставить и улучшать их лучше быстрее ну а это было просрано из-за потери торфина в атаке с коричневым а коричневый я бы не атаковал если бы он вот этим своим берсерком вначале не нападут вы думаете вот если вы на кого-то нападаете у вас должно быть вот прям такая четко уверенность что вы что-то будете ему делать вот он как надеялся что он просто меня напал и я ничего не буду в ответ делать чтобы я сидел терпел как он мне еду убивает ну и кстати вот это еще тоже проблемная когда у вас тайлы с едой соседствуют с соперниками у меня там еда и дерево было то есть тайлы которые дают вам развитие какое-то это проблема это надо решать то есть у меня старт такой еще так я хочу посмотреть боевой опыт это максимум меня был вот у оранжевого сейчас будет уже максимум то есть у него даже опыт уже выше давайте посмотрим что он делает ага там черный с корич с желтым его все-таки прессуют потихоньку ага 17 вот почему почему сиди они сидели она еще желтая могу понять он че типа через меня говорит ему пришлось быть и но черный почему сидел все это время не нападал на оранжевого ну желтые видимо не видит она черный сохранил какую-то свою армию не знаю а есть вообще деньги у оранжевого как у него с деньгами идет да деньги есть я думаю него на нанимать их блин 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 там битва желтым происходит ну конечно возможно тут побеждает желтый в битве но слишком много потерь он сейчас потеряет до 1 берсерка потерял да но я думаю что это гг для ну то есть оранжевый тут победил в этой игре именно вот мне тут чуть-чуть не хватило в этом моменте добить йоту на я его практически добил не хватило опять же потому что мало воинов было и не улучшенные военные лагеря не не развита а это проблема ну короче мое хреновое управление войсками и задрачивание коричневого армии без то чтобы развитием заниматься он короче еще и черного завалил да и йот он стал ну хорош оранжевый чем могу сказать хорош отсутствие соседа позволило ему развиться второй сосед например мог бы и на него нападать а не на меня но он это на меня делал ну и потом достаточно уже тут ему достаточен микроконтроль чтобы побеждать я думаю конечно досмотрим до конца но он сейчас две армии больших завалил просто на ровном месте так то тут из нового где пиры проходили мне интересно посмотреть так давайте я отключу наверное заполяриса зеленого красного пир коричневый пир желтый пир черный я вот тут только в конце где-то сделал два пира чтобы больше денег получить оранжевый вообще еще нет а он по-моему кати не может да белка по-моему не может пиры проводить золото у него достаточно кого он улучшил охотника лесоруба торговца повара воинов знахарей и мудреца так что там опять на него нападают а желтый еще раз пришел не смотрите как просто все разваливается у желтого хотя лошадь тоже сильный клан ну тут йотун тут блин вот этот йотун это конечно знаете мне чем йоту не нравится не потому что они ну сильные там это все понятно потому что когда они в армии ты не можешь нормально нажимать на другие его юниты я бы хотел другие его юниты убить а потом уже заниматься йотуном но не получается потому что он такой толстый что ты просто просто вот в него кликаешь я не знаю как тут микроконтролить чтобы не фокусировать йотуна блин две таких армии отбил просто и плюс у него еще вот эти территории которые ему дают вот это вот территорию он как бы волшебным деревом все присоединил мы сейчас наверное достаточно вот эту еще присоединяем они по-моему каждого каждые три месяца распространяются и и тут один из юнитов соперника сходит с ума и на своих попадает во-первых а во-вторых тут у них бонус по-моему к силе я вот не помню честно говоря не написано здесь найдем следующее воеводы бесплатен оживить воеводу можно 50 раньше на 50 процентов то есть зимой не уменьшается дает счастье он стратегию боя не брал хотя может быть уже взял это вот по идее это все показывает на момент того как я проиграл распространение слуха ваши отношения с нейтральными народами развиваются со временем союзные нейтральные народы получать 20 процентов от ваших врагов прикол да это не показывают все открытия странно смотрите я выбираю лошадь а мне показывают тихие медведя тут что-то ну ошибка в игре то есть по идее вот этот черный он медведь мне так кажется а нет он вообще кракен так я не знаю почему меня медведя показывают он по-моему черный кракен каждые 4 месяца другая существа в завящих зонах иногда получают бонус к производству враги в завящих зонах могут напасть на собственный клан а только это ночникова бонуса к силе там нету все таки просто могут нападать на собственный клан ну и бонус к производству тут имеют юниты клана белки а нет кракеном был зеленый значит значит черный возможно медведь но все равно мы не должны показывать его технологическое дерево там месте где дерево желтого а вот тут события гномов старателей будет вот видите распространилась эта зловещая зона делайте из поселян поваров которые будут собирать ингредиенты увеличивать ваше счастье надо спросить дискорде как там дела вообще опять желтый идет армии два берсерк так то есть что-то я овечек выделил не мало ли а пошли удары молнии но это это по-моему не у желтого сейчас я вырублю свою рожу да это это черный сделал этот как его релик который молнию фигачит по по территории блин вообще просто разваливает желтого он сейчас пойдет кого-нибудь убивать мне кажется он сейчас надел армию просто ему нету смысла теперь ее держать желтого пойдет валить нет возвращается я пойду дартаньяна в дискорд позову голосом так позвал не знаю зайдет ли или не зайдет видите появились самоцветы это событие такое с гномами надо их собирать и продавать им тот кто больше это этого сделает соберет и продаст им тот получит камень и железо мне кажется сейчас уже поздновато для этого события а вот видите у дартаньяна у желтого два гнома мастеровых это он получил за союзничество с гномами они могут добывать вот это все без постройки они просто вот добывают не надо строить эти шахты или как они там эти трудники я думаю там дартаньян занят конечно больше битвы чем заходом тут нету смысла мне убирать вебку потому что тут ничего уже не меняется тут мне не показывают новые данные поэтому я свою рожу включил чтобы комментировать лучше было что там коричневый еще решил набежать вот жалко не видно я хочу чтобы дартаньян просто сказал какой там прогресс по победе непонятно ну там явно коричневый черный еще какой-нибудь насылает нет блин это кракен был черный у нас мишка жалко всю карту еще не видно знать будешь чем там черный занимается вот видите сейчас оранжевый до исследует ратушу и что-нибудь в посольстве какую-нибудь штуку на желтого типа чтобы на своей территории например был бонус к силе это знаменитая башня лошадиная защитная 20-20 если сюда еще этот свален поставить это же вообще какая-то защита будет неимоверная еще раз карту глянем мне интересно где вторые йотуны а нету может здесь вот это походу ну вот это так вот это гномы да нету кстати вторых йотунов а вот это какая-то это какая-то иконка непонятная но это не йотуны точно ну единственное что я мог сделать лучше это конечно лучше контролировать торфина повторюсь просто уже и улучшить военные лагеря ладно ладно уже давайте включу конец когда игры будет я тут не вижу просто чтоб что-то происходило мне кажется тут уже просто сейчас оранжевый побеждает желтый захватил опять территорию с плюсом к силе и белка опять пошла его эту территорию отбивать тут не видно но вот эту территорию черный присоединил к себе только что и оранжевый сразу пошел туда ее отбивать и видимо там дерутся то есть у черного уже территория аж до сюда как я хочу посмотреть ну вряд ли это видно прям просто хочу посмотреть повтор точно а не слушайте до конца показываю что вот да присоединяйте эту территорию прям пока смотришь только и повтор идет видимо он пишет оранжевый ты хочешь воевать против меня и желтого я тобой не горжусь или что такое скажи мне если ты будешь атаковать черный продолжим наблюдаете уже эту территорию оранжевый себе присоединил да повтор идет дальше кажется он сейчас будет ой я вышел факт ну в общем дартаньян закончили у него спрошу чем все кончилось но я все-таки предсказываю то что оранжевый тут победит ему там скорее всего осталось совсем чуть-чуть до победы в общем буквально через 20 секунд как я закончил вышел дартаньян написал что белка победила трапезой в итоге он добил эту вот такая партия получилась вот такое дополнение белка конечно размотала нас опять же повторяю я считаю что это из-за отсутствия у него с одной стороны соседа он просто развелся а я профукал своего торфена в битве с коричью мне не хватило просто денег и скорости улучшить свои воинов против него на этом все не забудьте поставить лайк подписаться го в норсгард играть дальше давайте давайте играем в норсгард всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 пока